Объявление на воротах Центра социального обслуживания «Вера» однозначно объясняет. Учреждение закрыто в связи с известными событиями. В коридорах непривычно пусто, но жизнь здесь продолжает кипеть. С первых дней особого режима в учреждении работал колл-центр, а социальные работники ни на день не оставляли без помощи своих подопечных, инвалидов и пожилых людей. Я с очень большим уважением отношусь к тем людям, на которых я, скажем так, посмотрела в трудной жизненной ситуации, в кризисной ситуации. Каждый из них мог сказать, что, вы знаете, меня не интересует, что там у вас в центре, какие у вас есть дела и поручения. Вот я где-то немножко болею, я сейчас возьму больничный, я отсижусь, чтобы сам не заболеть, не заразиться. Но никто так не поступал. Практически все наши работники, они выходили на работу каждый день, каждый день выполняли вот эту важную работу по обзвонам, по оказанию благотворительной помощи, потому что у нас еще были благотворители. Но даже в это время одна услуга в учреждении все же оказывается – прокат средств реабилитации. Ведь даже во время пандемии люди, увы, получают травмы. В мае обратилось 15 человек. И мы всех обслужили в период, конечно, этого режима, естественно, соблюдая все меры предосторожности. В основном пользуются, конечно, спросом – это коляски, костыли и ходунки. На складе находятся около 70 различных устройств для реабилитации. Чтобы пользоваться оборудованием, необходимо подписать договор, что занимает не более пяти минут. Потребуется только паспорт. Она открывается вот так. И также она закрывается одним движением. Сделать заказ на оборудование можно как традиционным способом по телефону, так и с помощью современных гаджетов. Заказать средства реабилитации можно и с помощью мобильного приложения. В фойе центра Вера находится вот такой макет мобильного телефона. И давайте попробуем сделать это прямо сейчас. Итак, прежде всего заходим в приложение, нажимаем кнопку «Выбрать». Нам снова предлагается выбор, на этот раз города и учреждения. В нашем случае это «Видное». Название Веры появляется сразу после этого. Нажимаем кнопку «Продолжить». И перед нами появляется список того, что можно взять в прокат. Взять оборудование в прокат можно не только для себя, но и для родственника. Специалисты центра отмечают, что спрос на эту услугу постоянно растет. У меня июнь уже пошел. Сколько заявок, смотрите, уже июнь. Уже вот. Девять уже. Еще июнь не закончился. Секрет роста популярности проката средств реабилитации не только в простоте их получения, но и в цене. Эта услуга востребована сейчас для тех людей, которые, скажем так, оказались в сложной жизненной ситуации по причине заболевания тяжелого или, допустим, полученной травмы и не имеют возможности покупки дорогостоящего оборудования. Поэтому они у нас могут получить в пункте проката за, в общем-то, символические деньги на срок до 30 дней техническое средство реабилитации в прокат. Средняя стоимость услуги проката – это 10 рублей в сутки. Если неприятность случилась, в центре «Вера» всегда помогут. Даже в это непростое время. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.